Сейчас бригады скорой помощи работают в усиленном режиме. Они принимают более 900 звонков в день. Выезжают на каждый вызов. Поэтому часто людям приходится ждать медиков по несколько часов. Работники скорой просят жителей с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и обращаться только в случае острой необходимости. Айда Кутарова расскажет подробнее. Скорая слушает вас. Здравствуйте. Более 900 звонков в день. Первыми заявки принимают диспетчеры 0-3. Дальше их обрабатывают и отправляют работникам бригад скорой помощи. Передают полную информацию о пациенте. Дальше пишите, пожалуйста. Пишите, пожалуйста. У вас кислород в машине есть? Степана Разина 9. Степана Разина 9. По Маркусу? Квартира 83. В период пандемии обращений стало еще больше. Людям даже приходится ждать своей очереди. По словам врачей, они просто не успевают оказывать своевременную помощь. Если мы раньше обслуживали где-то 350-400, то, конечно, в таком размере это сказывается на оперативность обслуживания. Задерживаем вызова. Вот сейчас вы убедились, что мы еще вчерашние вызова не обслуживаем. Но я хочу ответить, что скорая помощь – это помощь, которая оказывает при жизнеугрожающих состояниях. Я людей понимаю, население понимает, все в страхе, в панике, что могут заразиться. И в основном они вызывают. Вот вы видели, сейчас я вам показывала целую пачку вызовов, которых мы начинаем обзванивать. Можно обратиться в поликлинику, записаться. Там они и мазки сделают вам, направление дают, если нужно. Врачи настоятельно рекомендуют отказаться от посещения мест массового скопления людей. Сейчас главное – обезопасить себя и окружающих, говорят медики. Самое лучшее лекарство верное – самоизоляция. Ничего не надо придумывать. Не зря мы говорим. Я бы хотел обратиться. Пожалуйста, население, мы работаем в полном объеме. Сотрудники тоже болеют. Но, пожалуйста, помогите. Самоизоляция – это лучшее лекарство. Сидите дома без строгой необходимости. Не надо ходить никуда. В первую очередь бригады скорой помощи выезжают к тем, кто в этом остро нуждается. Если же человеку не требуется экстренная помощь, а лишь поднялась температура либо давление, врачи могут по телефону подсказать, как действовать. К нам надо обращаться. Если, значит, начинается одышка, температура несколько дней держится, состояние не улучшается, за 39-40, пожалуйста, тогда уже вызывайте нас. В оси температуры вот так держится и получает лечение, эффекта нет, пожалуйста, обращайтесь к нам. Если бы вот так обращались, у нас бы таких задержек не было. Но на эти температуры поводом 37,5, 38, слабость, недомогание – это не скоропомощные вызова. Поэтому мы задерживаем эти происходства на вторые сутки даже. И начинаем обзванивать. Врачи скорой сейчас делают все возможное, чтобы оказать всем нуждающимся помощь. Несмотря на усиленную работу медиков, без внимания не останется никто. Аида Кутаровых, это Гопоев, Новости Осетии.